Поделитесь, пожалуйста, чувствами. Чувства у нас бывают такие. Досада, радость, любовь, восторг, ревность. Поделитесь чувствами. Не соображениями, не шутками, а чувствами. Почему я так набираю на чувства? Потому что если мы идем в чувства, у нас появляется шанс себя открыть. Если мы все время шутим, то по сути, да, по сути мы в броне. Юмор, на самом деле, это наша броня. И мы не можем к себе прикоснуться. А чем плохо, что мы не можем к себе прикоснуться? Плохо это тем, что мы не живем с собой. То есть внутри есть какая-то боль. Театр импровизации, он чем хорош? Он позволяет дойти до своей собственной, так называемой, базальной тревоги. Лиза? Знаешь, что такое базальная тревога? Нет. Слава Богу. Я тут нужен. Пока не все. Базальная тревога – это у нас есть некое состояние неудовлетворенности, глубинное, которое с нами 24 часа в сутки. То есть у нас все время слегка изнутри. Всегда. 24 часа в сутки. Всегда. И мы, на самом деле, все, что мы делаем, но пока мы не исцелились. Благодаря Андрюху, ты уже исцелился от базальной тревоги? Да. И я исцелился. Это невроз? Да, это базальный невроз. Я тоже исцелился. То есть, когда ты исцеляешь от этого базального невроза, разница между тобой с этим неврозом и после, она такая… Как хорошо. Тебе как просто хорошо. Ты уже можешь ничего не делать. То есть ты можешь просто лечь ничком. То есть мы почему что-то делаем? У нас долбит базальный невроз. Он нам все время говорит, давай, ты говно, ты не можешь просто так лежать. Делай что-нибудь. И вы, получается, начинаете делать. Вот был вопрос, почему так врет. Нет базального невроза, на него не уходят силы. Получается, у тебя вся энергия в творчестве идет. Как бы тебе нечем больше заниматься. Понимаешь? То есть меняется функционирование. И на самом деле импровизация – это наш шанс исцелиться от этого базального невроза. Но если мы будем его заслонять шутками, то есть все время прикидываться. На самом деле, пока вы друг другу кладете… Я не против, чтобы люди пили у меня на тренингах. Я самый толерантный тренер. Пожалуйста, у меня люди спокойно пьют красное вино. Все нормально? Полезно. Полезно и вкусно. Да. А что я говорил? О чем я говорил? А, там происходят очень тонкие моменты, на самом деле. Очень такие моменты, в которых мы становимся ранимы. Вы положили человеку голову на плечо, на самом деле вы немножко доверились. У вас могут возникнуть чувства, но если вы эти чувства зашутите, вы не успеете как бы к себе прикоснуться. Поэтому я вам просто рекомендую постараться… Постараться… Постараться…